Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас такой вот завтрак. Небольшие фрикадельки, которые я пожарила. Они были уже готовы, были полуфабрикаты. Шумит здесь мой котенок Твикс. Вот как только я сажусь снимать мук-мак, все, все мне начинают сразу писать. И папа... Просто срочно ничего нет. Ну вот в этом месяце у меня будет очень большая зарплата. И будет приходить в Википи, а онлайн у тебя находится. Ты никогда нам не говоришь, что у меня такой зарплаты. Папа, да? Твикс! Да Твикс, дебил! Ну что ты делаешь? Ну тебя научила на столе лазить. Твикс сейчас все упадет. Смотрите, куда он залез. Татвикс! Он чувствует здесь себя в безопасности. Выходи! Как тебя вытащить отсюда? Это хулиган просто! Хулиган! Вечно голодный! Когда гости приходят, мне аж стыдно за него. Он так себя ведет, как будто его год не кормили. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мук-бан, который я приготовила сама. И, конечно, это яичница! Яичница непростая, она с сыром, очень сложная, при этом очень вкусная. Дальше здесь фрикадельки, которые приготовила я из полуфабрикатов, которые изготовила мама. Дальше здесь соус наш араб мой любимый, маслиные оливки и очень вкусный кофе, горячий прям. Обалденно! И мы с вами приступаем! Я, кстати, сегодня не накрасила брови. Это совершенно на меня не похоже. Обычно я всегда крашу. Я просто сегодня встала, начала делать макияж и вдруг обнаружила, что и без накрашенных бровей смотрится очень даже мило. В последнее время, знаете, все меньше и меньше крашусь. И мне это нравится. Губы тоже не накрашены. Я просто нанесла бальзам для губ, потому что они сохнут. А так, в общем, они не накрашены. О чем сегодня хотела поговорить? Часто получаю вопросы в комментариях касательно того, что все блогеры в ТикТоке, которые занимаются бизнесом, рассказывают какие-то трешевые истории. Мы же тоже занимались, например, продажей грузинских инкалий. Какие у нас были трешевые истории? Сначала, если честно, я не хотела рассказывать. Просто потому, что это как-то, наверное, высокомерно будет звучать. Но потом все чаще и чаще замечала подобные комментарии. И решила вам рассказать. Однажды девушка позвонила и говорит. Вот вы продаете грузинские инкалии. Я мама двоих детей. Мне очень сложно. То есть у нас очень плохая жизненная ситуация. Мой муж меня бросил. Не могли бы вы бесплатно дать нам? Мама как-то растерялась и сразу такая сказала, что ну да, почему нет? То есть, ну как помощь, да? Мама даже сама пошла, там налепила, отвезла. И сначала мама сказала, что привезет курьер. А потом мама решила поехать сама. То есть девушка ожидала, что приедет курьер и отдаст ей. Просто так получилось, что в этот день было очень много заказов. И те заказы, которые были далеко от нашего дома, мы их отдали курьеру. А этот заказ мама решила отвезти сама. И что вы думаете? Пришла девушка с айфоном X. Очень даже ухоженная, хорошо одетая. С наглым выражением лица взяла эти грузинские инкалии и ушла. Ладно, пришла бы действительно девушка, по которой видно, что она нуждается. Где-то через месяц пишет она опять, что ей очень понравились. Но в этот раз она бесплатно не хочет. Она хочет за полуцены. А у нас на этих грузинских инкалии наценка была 20%. И потом уже мама не стала просто отвечать. Ей как-то даже обидно стало, что она трудится. Она все это делает. А как не стыдно человеку, который действительно не является настолько бедным. Причем она живет не где-то там, знаете, в поселке Баку. Она живет в центре. Ну, не прям в центре, но недалеко от центра. Съем жилья, даже если это не ее жилье, стоит там очень дорого. Бедным быть не стыдно. Стыдно быть дешевым. Я считаю так. Второй раз с таким одолжением. Что типа нам очень понравилось. Но в этот раз я уже бесплатно у вас не прошу. Мне уже стыдно. Что давайте за полуцены. То есть я вам оплачу ваши продукты. С таким одолжением. Вот. И вы знаете, раньше, когда в ТикТоке я сталкивалась, когда, например, визажисты или мастер ногтевого сервиса там рассказывают про сложности, про клиента. И все думают, придумывают. Неужели есть такие люди? А вы знаете, есть. Если чисто вы, например, считаете, что это ужас какой-то, как можно себя так вести, поверьте мне, это просто ваше воспитание. Есть куча людей, у которых этого воспитания вообще нет. Или звонит одна женщина. Говорит. У меня есть дочки. Они поклонницы Айки. И мы решили заказать. Ну, приятно, кому бы не было это приятно. И говорит. У вас килограмм. Стоит 10 мана. То есть 450 рублей. 430 даже рублей. Стоит килограмм грузинских инкали. И говорит. Я, говорит, не хочу килограмм. Я хочу полкилограмма. Мне где-то 5 штук. 5 штук, ребят. Это порция одного человека. Это 7 штук. А она хочет 5 штук. А она хочет 5 штук. Может привезти Айка. Ладно, ребенок какой-то это говорил. Это говорит их мама. То есть я из-за 5 грузинских инкалей, которые делают просто себестоимость товара, как будто человек просто издевается. Реально. Должна ехать на другой конец города, в центр города и отвозить ей эти грузинские инкали. Из-за 5 штук. Минимальный у нас заказ хотя бы 1 килограмм. Я вам больше скажу, 1 килограмм никогда никто не заказывал. Всегда брали 2 килограмма. Потому что даже заходите в любую доставку, там есть минимальный заказ. Ниже этой стоимости уже не заказывают люди. То есть не доставляется. Обычно всегда у нас покупали 2-3 килограмма. А тут она хочет 5 штук. Это то же самое, знаете, пойти в магазин, покупать пельмешки. Там, например, в пакетике полкило пельмешек, а ты говоришь мне, пожалуйста, 5 вот оттуда, 5 штучек. Ну, в общем, мама говорит, к сожалению, полкило не продает. Ну, если вы хотите, стоимость доставки курьера столько-то. Мы можем доставить вам, но курьера чисто вы оплатите. Он такой, нет, в принципе, я сама могу приехать. С девочками как раз приедем. Они давно, говорят, смотрят, хотят увидеть. Как раз к вам зайдем на чай. То есть человек не готов купить килограмм грузинских хинкалей, но при этом просится к тебе домой на чай. То есть это вообще сверх наглости. Вот такого человека я никогда в жизни не видела. Мы сами придем и заберем. Заодно к вам зайдем и чай попьем. Айку увидим. Просто, возможно, я другой человек. Может быть, у меня, может, я не права. У меня восприятие какое-то другое. Люди, они, конечно, все разные. Я вот реально искренне. Мне было настолько стыдно, когда ко мне пришла подписчица Нурай. Она с такими презентами пришла ко мне домой. Вот реально. Я сама тоже такой же человек. Вот я никогда не иду, например, с пустыми руками. Плюс к незнакомым людям. Типа сама просится и так далее. Вот. Поэтому вот такие вот случаи были. И вот после того, как мама сказала, что, к сожалению, к нам не получится. То есть в очень культурной форме объяснила, что к нам не получится. Мы можем спустить вам и дать. Но мы же вас не знаем правильно. Возможно, в обычной жизни мы бы подружились. Но я с вами не знакома лично. Откуда я знаю, какого характера человека, какого воспитания, какого восприятия. Это даже в какой-то степени опасно. Такие вот дела. Одна девушка заказала 5 килограмм. Потом в последний момент отменила. Сказала, что у меня сегодня не получается. А потом просто перестала брать трубки. То есть люди разные. Ну, хотя мы работали всего, наверное, 3-4 месяца. Дофига всяких историй. Но больше всего меня поразила эта дама с двумя дочками. Когда ей сказали, что, к сожалению, к нам домой не получится. Но мы с вами можем увидеться около метро. Мама бесплатно вам передаст эти 5 грузинских ингали. Она сказала, ой, к вам не получится. Тогда у меня, говорит, сейчас у кого-то там день рождения. Я вам чуть позже напишу. И по сей день так и не написала. Очень не люблю мелочных людей. И дело тут не в зарплате, сколько ты зарабатываешь. Бизнес все-таки это сложно. Я это поняла. Заказов было просто куча. Но проблема в том, что мы живем не в центре города. То есть с одного конца города, например, есть заказ в другой конец. Курьер это все отвозит туда где-то за 400 рублей. 400 рублей мне курьеру дать или 450 дать на заказ. Нужно было просто снять квартиру в центре города. Нанять еще одного человека, потому что мама не успевала. В общем, как-то так. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте подписываться на мой канал и обязательно ставить лайки. Всех люблю, целую. Пока!